Тропики прямо в саду. Татьяна – огородник со стажем. В ее оранжерее тысячи растений и даже несколько видов мандаринов. Но самое необычное и привередливое растение на ее грядках – это бананы. На Урале они растут не на пальме, как принято считать, а на кустах. Им очень сложно угодить. Нельзя переливать и оставлять сухим. Вообще они растут у нас на Урале, по крайней мере, только в горшках дома на подоконнике. Мы высадили его на улицу, чтобы он побыстрее подрос. И высадили его только на теплое время года, на лето. Осенью мы все равно его заберем в горшок, в теплицу. Такой росток принесет плоды только года через три. В среднем на кусте вырастает две гроздья мини-бананов. У Татьяны в коллекции еще много разных диких фруктов, в том числе маракуйя, ананас и инжир. Это инжир. Все знают инжир, но не все знают, что мы кушаем не плоды у инжира, а это цветы. Это единственное растение в мире, у которого мы кушаем цветы. Хотя выглядят они совсем даже как плоды. Если Татьяна выращивает заморские фрукты в саду, то Евгений решил далеко не ходить. Он организовал парник прямо на балконе и умудрился создать мини-теплицы для ростков. Нау-хау наше народное. Используется обыкновенная соска под воды. Обрезается, насыпается в субтракт. В субтракт ставятся веточки. Веточка, допустим, лимона или лимонелла, там мандарин. Устроить тропики на балконе Евгения потолкнули шумы и выбросы с улицы. А эти растения неплохо их поглощают. Сначала он выращивал огурцы и помидоры. Через пару лет решил посадить что-то необычное. Результату сам удивился. Гранат довольно-таки неприятливое растение. Только под него самое главное выбрать грунт правильный. Ну и освещение какое должно быть. То есть оно любит вроде бы как солнышко, но яркого прямого освещения любит. Я на полдня выставляю его на подоконник, на полдня убираю в комнату. Теперь мужчина круглый год обеспечен сочными фруктами. Евгений говорит, главное знать технологию выращивания и среду, в которой будет комфортно ростку. Тогда на балконе можно вырастить и гранат, и ананас. Диана Пуцентян, Павел Востройтин, 31 канал.